всех приветствую эта рубрика про акварель doodle and sketch и мы с вами уже поговорили о пигментах о кистях и о палитрах и сейчас мы будем плавно уже переходить на какую-то практику и поговорим о заливках потому что поступал запрос относительно градиентных заливок и попробуем сегодня с этим разобраться у меня бумага скетч буква бриана здесь 300 грамм это не хлопок это целлюлоза можно если хотите потренироваться в принципе на любой бумаге если хлопок то лучше если целлюлоз то тоже в принципе прекрасно подойдет здесь мы выполним заливку но как чаще всего показывается небо градиентное но или не обязательно небо просто вот какой-то плавные переходы сделаем в этой части попробуем набросать такой небольшой скетч чтобы показать на примере как можно применить это уже непосредственно работе все остальные видео которые были до этого вы можете найти по хэштегу dias нижнее подчеркивание про акварель хэштег вы можете видеть видео и посмотреть если что-то не посмотрели давайте сейчас пока начнем с заливки небо ну или не не вопрос какой-то градиентной заливки которая может быть использована в работе лист я предварительно чуть-чуть смочу это позволит краскам более плавно друг друга перетекать то есть я просто беру флейц и смачиваю лист сильно смачивать не буду потому что все-таки это довольно быстро будем делать поэтому на хлопке конечно такие эффекты получаются лучше чем на целлюлозе но тем не менее на целлюлозе прекрасно градиентные заливки можно делать я буду использовать белку она мягкая немного воды и ну давайте возьмем например ультрамарин и начнем мы сверху то есть мы начинаем с того что мы верхнюю часть заливаем более плотным цветом тут еще следует не забывать что акварель она все-таки дает какую-то усадку дальше я в ультрамарин добавляю немножечко кадмия красного и начиная уже дальше заливать как бы перемешивая их следующий цвет чтобы плавно один цвет перетекал в другой очень здорово будет если лист у вас будет находиться под небольшим наклоном чтобы давать краски друг друга перетекать дальше добавляю чуть больше красного смотрю как у меня там по тону пойдет все это и уже начинаю смешивать делать более плавный переход от фиолетового в такой розоватый далее в этот же цвет я добавляю немного охры еще чуть-чуть охры и уже делаю более такой теплый цвет беру еще чуть-чуть охры и дальше можно добавить ну например еще светлый более тонного христа или какой-то другой более теплый оттенок чтобы переход получился интересным распределяю цвет чтобы бумага как-то плавно цвета друг друга перетекали можно лист вот немножечко повертеть по наклонять чтобы все-таки краска она же все-таки у нас под воздействием воды работает и ну такая вот естественная гравитация она будет происходить то есть будут происходить такие вот перетеки если вы поставите лист горизонтально вертикально то краска соответственно будет двигаться ну и соответственно уже наклоняю чтобы самый темный цвет у меня под распределился я еще немножечко уплотню верхнюю часть вот здесь пока у меня еще мокрая в градиентных заливках самый основной момент это смотреть на влажность листа то есть если вы видите что лист вот например полосит бумага это значит что здесь она уже немножечко подсыхает если вы видите что у вас лист подсыхает вы уже не наслаиваете потому что в таком случае у вас просто получится полосы и вот этого самого градиентного эффекта у вас не получится но краски можно помогать растекаться как-то ее варьировать убирать лишнее или наоборот добавлять более плотный цвет чтобы все таки это все вот равномерно друг друга перетекло и создавала нам тот эффект который нужен то есть если вам надо чтобы у вас цвет потеку не соответственно вы наклоняете лист на себя таким образом темные цвета будут перетекать светлые вот как мы видим прямо вот здесь вот сейчас происходит такое движение краски под действием наклона чтобы не было каких-то не очень нужных эффектов всегда можно кистью подобрать лишнее или где-то вот например выбрать если вам кажется что здесь должен быть более светлый да такой оттенок но только аккуратно естественно вот и смотрим чтобы не было никаких затеков подтеков и таким образом у нас появляется вот такой плавный градиентный переход когда это все высохнет вы сможете уже более ну скажем так четко это все увидеть повторюсь градиентные заливки хороши на хлопке потому что он держит лучше воду и позволяет делать более плавные заливки на целлюлозе могут быть какие-то допустим нежелательные подтеки но опять-таки это не обязательно тоже целлюлозе разное бывает ну и вот соответственно уже когда у нас какая-то есть градиентная заливка мы можем что-то на ней уже там писать сверху или в зависимости от того для чего она сделана какой эффект вы хотите цвета соответственно вы выбираете варьируйте сами то есть выбираете тот цвет который вам кажется вот например вот здесь тоже видите вот этот целлюлозный эффект он немножечко может быть выбираете те цвета которые кажутся вам оптимальными и подходящими для вашей работы ну и с этой стороны листа мы сейчас попробуем с вами сделать очень быстрый простой скетч чтобы я просто показала как например в простом какой-то архитектурном скетче можно применить тоже градиентные заливки то сделать плавные переходы именно придавая вот какую-то более интересную историю вашей работе то есть не какая-то одноцветная заливка которая смотрится просто и как-то неестественно именно интересные переходы как сделать так чтобы они были плавные и делали работу более живой давайте пока сделаем карандашный набросок мы уже попробуем быстренько эту работу сделать ну и сейчас мы просто сделаем такой самый обычный набросок я не буду что-то такое прям придумывать то есть просто намечу какую-то такую простую улицу ему уже исходя из этого просто на этом примере попробуем показать градиентные какие-то переходы интересные линия горизонт у нас приблизительно вот где-то на этом уровне проходит но в данном случае речь не о линии горизонта вот именно о цветах то есть мы просто обозначаем сейчас какие-то элементарные такие моменты стены может быть какие-то двери я вот уже залезла в соседнюю заливку то есть как может быть это повлияет на ее восприятие ну так ну и можем наметить как я уже говорила линии горизонт у нас где-то здесь приблизительно можем наметить еще то могут быть тоже какие-то вдалеке здания то есть это уже несущественный момент и можем наметить пару людей от людей здесь тоже будут соответственно тени свет у нас то есть приоритетному видимым что он в основном падает с той стороны у нас где арка но и вот здесь соответственно нас тоже будет тень потому что у нас тень падает вот от этого здания все то есть особенно я тут ничего вырисовывать не буду нам в данном случае важны заливки поэтому то есть начинаем заливок я беру охру добавляю в нее чуть-чуть железоокисное у меня на кисти воды много я лист предварительно не смачиваю можно в принципе чтобы было проще работать чуть-чуть побрызгать спреем его ну или просто чуть-чуть смочить если вам хочется вот и начинаю просто постепенно заливать какие-то цвета каждый раз добавляю туда что-то новое вот тут например я возьму кобальт добавлю сюда в эту смесь и начинаю уже вот добавлять следующий цвет у нас плавно цвета перетекали чтобы были плавные переходы поэтому нам и нужны вот эти вот скажем так влажная поверхность бумаги чтобы у нас переходы были плавные референс в данном случае у меня нету я просто показываю пример поэтому какие добавить цвета как работать это вы можете выбрать интуитивно просто исходя из своих предпочтений вот здесь я добавляю немного железоокисный в этой части у нас уже будет более такая темная часть я немного начинаю добавлять кобальта он с охрой перемешается и даст такой сероватый цвет здесь же начинаю добавлять у меня это шадуали то есть можно взять какой-то фиолетовый темный или смешать сиену жены с ультрамарином и прям все заливаю вместе с окнами то есть можно вот даже так сделать вот здесь тоже я беру сиену жены ультрамарин у меня такой получается какой-то коричневатый оттенок и я начинаю вот сюда его добавлять потом добавляю туда железоокисную чтобы меня опять таки или можно просто какой-то красный добавить охру ну и вот смотрю чтобы у меня этот цвет как-то интересно перетекал вот здесь я добавлю чуть-чуть нейтрал тинт и собственно вот так все это дело здесь оставлю здесь у меня чтобы не было резких переходов я чуть-чуть тоже смачиваю и опять начинаю делать различные цвета добавлять здесь у меня какая-то крыша может быть торчит здесь я оставлю более светлый тон и здесь я опять начинаю добавлять охру чтобы у меня просто был более такой то есть я использую все те же цвета но только в более уже таком скажем так концентрированном варианте сюда добавляю больше ультрамарина с сиеной жены чтобы был тоже какой-то интересный переход здесь более темная такая часть где-то можно опять добавить железоокисный то есть просто смотрю чтобы у меня эти цвета друг другу перетекали плавно и создавали мне какой-то интересный эффект есть нас окно его можно прям замазать можно где-то взять добавить сиены жены и вот здесь у меня дверь у меня пока мокрая и сразу намечу здесь у меня окошко я тоже сделаю такой намек и вот здесь такая самая темная часть собственно делю чуть-чуть дверь сделаю чуть-чуть набрыск чтобы был более интересный эффект такой состаренности и уже дальше мы можем залить вот эту вот светлую часть тут у нас возьму охру с ультрамарином получится такой сероватый оттенок и я буквально ну вот эту всю часть можно даже по людям пройтись заливаю вот этим светлым цветом здесь еще пока у меня влажно добавляю темный можно немножечко таких каких-то эффектов добавить здесь я чуть-чуть добавлю даже сиены то есть мне кажется в этой истории главное не бояться я просто смешиваю на листе краски и не думаю о том что у меня там что-то может как-то вот ну скажем так навредить мне не боюсь их смешивать и собственно смотрю уже что из этого получится там на дальнем плане можно кое-как что-то обозначить наметить может быть какие-то но тоже места все это очень далеко поэтому тоже не стоит прям уж там сильно усложнять себе задачу и если здесь уже подсохла можно обозначить контуры двери я возьму нейтралтин чуть-чуть туда добавлю жены сиены и обозначу просто вот какие-то но намеками скажем так часть этой арки дальше я возьму больше сиены то есть даже с учетом арки мы все равно добавляем какие-то цвета ну чтобы просто было поинтересней чуть-чуть еще можно полусухой кирпич наметить какие-то участки здесь здесь у меня еще мокро тут у меня в принципе тоже влажно но можно тут по двери чуть-чуть пройтись можно сделать какой-нибудь вот здесь окошко пока подсыхает здесь уже сухо можно наметить вот здесь тоже небольшое окошко то есть вы видите у нас таким образом получается довольно такая разноплановая заливка то есть у нас разные есть цветовые переходы разные оттенки и сейчас пока у нас тут высохло можно взять чуть-чуть ультрамарин смешать с можно с той же сиеной смешать джон и можно смешать с ван дайком вот какой-то можно кобальт синий смешать с кадмим оранжевым или ультрамарин с кадмимом можно такой получить какой-то теплый серый оттенок и наметить какие-то теневые участки то есть у нас определенно вот здесь пойдет тень здесь можно добавить даже каких-то более темных таких акцентов здесь тоже можно чуть-чуть даже добавить фиолетового потому что у нас вот эта часть здания такая она более вот эту тень я оставляю и вот эту часть тоже ну конечно я опять разрисовалась вот эту часть тоже можно все аккуратно обозначить задать какую-то тоже тень интересную очень легко и прозрачно где-то можно даже оставлять какие-то оттенки залезла в окошке то есть это не страшно то есть у нас вот эта заливка которая там внутри осталась и мы еще добавили скажем так более темный следующий слой ну сейчас я просто беру пока у меня тут правда очень мокро но я аккуратно попробую я беру жженую сиену можно взять оранжевый намечаю лица людям можно взять какой-нибудь лавандовый какой-то такой интересный оттенок ну или любой который вам нравится можно ведь красный и намечаю одежду давайте красный попробуем тут тоже добавляю чуть-чуть ультрамарина то есть где-то уже начинаю затемнять потому что все-таки одежда даже вот если они вдалеке она же не одинаковая прямо на неоднородного такого цвета вот и ну тоже какое-то разнообразие и намечаю тень тень там холодная будет потому что собственно солнце такое довольно таки яркая с тенями просто надо единственное чтобы стараться чтобы она просто была интересной формы и собственно этого будет достаточно так тень чуть-чуть контрастности добавлю для дальнего плана ну не дальние тот который у нас там где-то вдали там тоже какие-то двери я уже просто беру там с палитры какие-то цвета которые у меня уже использовались то есть не усложняю никак себе задачу еще чуть-чуть уплотняю арку это ужас заливок перешли на скетчинг но я думаю что это не помешает так можно чуть-чуть еще наметить окошко здесь аккуратно подчеркнуть у меня просто еще очень мокро еще чуть-чуть здесь намечу может быть чуть-чуть вот это окошко подчеркнул дверь тут могут быть какие-то тоже элементы то есть я просто беру же добавляют цвета которые есть у меня на палитре чуть-чуть обозначу вот здесь такой не знаю намеком какую-то контур арку может быть какие-то намеки какие-то элементы может быть какие-нибудь провода не знаю хотя нет вот это мне не нравится видите может если не нравится можно убрать можно где-то сухой кистью добавить какие-то намеки вот собственно суть я уже просто увлеклась суть моей затеи была в том чтобы вам показать разноплановость заливок то есть посмотрите мы просто добавляли различные цвета я буду параллельно еще тут что-нибудь добраться мы просто добавляли различные цвета и пытались как-то заливку сделать разнообразной то есть вот в итоге у нас получилось такие непонятные интересные переходы пока не мокрые всегда можно добавлять наброска это будет интересно можно добавлять наброск и краской тоже например вот если сейчас сюда брызнуть ультрамарин будет интересно вот если у вас что-то куда-то там не так пошло ну и ладно это не страшно мне кажется вообще всегда же можно ну как-то это обыграть то есть я вот вообще рекомендую не не бояться портить бумагу это прям дело такое замечательно чем больше портите бумаги тем лучше будет работа следующие последующие поэтому наверное в вот таких заливках важны переходы что здесь важно оставлять или каплю на кисти большую которая позволит вам ввести цвет краску делать переходы смешивать цвета друг с другом то есть вот вы взяли охру добавьте туда например ультрамарин потом добавьте туда еще что то то есть чтобы используя например в вашей вашей работе 5 цветов у вас эти цвета как-то друг друга плавно перетекали соединялись и даже если это будет вторая какая-то заливка чтобы опять участвовали те же цвета делайте даже тени разнообразными то есть вот не просто например серая падающая тень или синеватая или фиолетовая неважно какая она пусть она будет например тоже состоять из некоторых цветов то есть вот здесь мы добавили и сиену чтобы она как-то более разнообразно смотрелось то есть можно какие-то добавлять всегда там не знаю линии то есть какие-то полосы чтобы у вас было более ну скажем так разнообразные переходы эти именно переходы будут создавать цвет и настроение и даже если вы это скажем так закроете потом следующим слоем 2 какой-то заливкой вот той же например теневой как мы это сделали здесь за счет прозрачности акварели вот эти все цвета они сохранятся ну например в данном случае они просто приглушились обозначен нам контраст между вот этой частью здания и вот это то есть у нас такие светлые пятна получились здесь и вот мы видим что свет у нас вот из-под этой арки в основном бьет то же самое даже с людьми даже заливая маленького человечка можно всегда разнообразить и добавить вот например в его красный фиолетовый чтобы тоже как-то все это плавно перетекало как рисовать людей я думаю мы еще поговорим на эти темы вот на данном этапе я хотела показать как разнообразить заливки как сделать их более интересными чтобы у вас были ну скажем так варианты поэкспериментировать не бояться работу испортить и пусть это будет как можно смелее и интереснее я думаю что все отлично прекрасно получится будет просто замечательно если вам скетч понравился попробуйте нарисуйте его тоже может быть сделайте какие-то свои вообще цвета поэкспериментируйте поделайте много разных замесов и собственно вот такие вот упражнения по заливкам они очень хорошо помогают именно разобраться во первых как работают во взаимодействии с собой ваши цвета из ваших палитры и как делать так чтобы заливка была интересна красиво и не на однообразность мы сейчас все это залили охры например а это ультрамарином ну было наверное скучновато так вроде как разнообразие уж тем более если эта архитектура обшарпанные здания здания старые они всегда неоднородные где-то что-то отлетело поэтому это вообще отлично подходит для этой ситуации спасибо за внимание пробуйте рисуйте экспериментировать со своими заливками как разнообразие при этом я